Служение Деррика Принца Как я начал свое служение в Израиле. Часть первая. Давайте откроем Библию и вместе прочитаем отрывок из Писания, послания к Ефесиным. Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, «Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В этом отрывке говорится о том, что Бог уже приготовил добрые дела, которые нужно исполнить. И их должны исполнить те, кто встретил Господа Иисуса и родился свыше. Мы можем уже не планировать свою жизнь. Наша главная задача — понять, какой план есть для нас у Бога. Об этом написано также и во втором послании к Тимофею, «Спавшего нас и призвавшего званием святым». Не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Задумайтесь, это действительно удивительно. У Бога есть план для каждого, кто верит в Него во всей вечности. Мы должны понять, какой у Бога план для нашей жизни, и следовать Ему. Павел в 15 главе послания к римлянам писал, «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня». Павел хочет говорить только о делах Христа в его жизни. Поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как я начал свое служение в Израиле. Это было на 100% проявление Божьего суверенитета и Божьей воли в моей жизни. Я принадлежал к интеллигенции, к евреям, и не имел никакого отношения. В то время я преподавал философию в Кембридже. Я специализировался на греческом, латыни и античности, поэтому об Израиле, культуре и истории евреев, а также о Ближнем Востоке вообще я практически ничего не знал. В одних дисциплинах я прекрасно ориентировался, а по другим совсем ничего не знал. Когда началась Вторая мировая война, если, конечно, вы верите, что в те времена жили люди, меня призвали в армию. Тогда у меня была одна забота. Я не мог решить, что мне взять с собой почитать. Тогда вся моя жизнь была в чтении книг. Ну, конечно, другие интересы у меня тоже были, но о них я говорить не буду. К книгам они не имеют никакого отношения. Я подумал, считается, что я должен преподавать философию, но я практически ничего не знаю о самой важной, самой читаемой книге, способной изменить жизнь человека. А что же это за книга? Я думал о Библии. Несомненно, это самое читаемое. И значительная книга во всей истории человечества. Поэтому я решил, что как философ я просто обязан изучить Библию. В армию я взял с собой новенькую Библию в черной обложке, старый вариант короля Якова. Когда я начал изучать ее, я думал о том, как же правильно это делать. И пришел к выводу, что это такая же книга, как и все остальные. Нужно просто читать ее от начала и до конца. Так, в свою первую ночь, я, один из 25 новобранцев, сидя на кровати, открыл Библию и начал читать «Бытие 1.1». Однако я не учел, что человек, читающий Библию в армии, мгновенно привлекает к себе внимание. Я даже не предвидел такую реакцию. Я задачал всех, включая себя самого, ведь моя жизнь ни капли не была похожа на жизнь человека, читающего Библию. Я считал ее скучной и полной запретов. Но я еще не проигрывал ни одной книге, поэтому решил, что и Библию прочитаю до конца. После девяти месяцев чтения я дошел до середины книги Иова. Если сравнивать с некоторыми так называемыми христианами, мои дела были не так уж и плохи, но внезапно произошло то, что полностью преобразило мою жизнь. Опуская подробности, скажу, что посреди ночи в армейской казарме произошла моя встреча с тем, кого я раньше не знал. Я особенно хочу заострить внимание на следующем моменте. Я помню, что в ту ночь, когда я не понимал, как и кому молиться, я неожиданно ощутил чье-то пребывание. Я не видел, кто это, но я ясно осознавал, что нахожусь в контакте с ним. Я также понял, что через эту нашу встречу решается моя судьба. Я отчаянно желал его благословения и сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Лишь эти слова я и повторял снова и снова. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Потом я почувствовал, как на меня сошла Божья сила. И это ощущение продолжалось больше одного часа. На следующее утро я проснулся другим человеком. Я ничего не обещал себе и не принимал никаких решений. Просто что-то изменилось внутри меня. У меня ушло несколько месяцев, чтобы осознать все те изменения, которые произошли во мне за одну эту встречу. Как оказалось, находясь в этом присутствии, я произнес те же слова, которые Иаков сказал ангелу, когда они боролись. История о переломном моменте в жизни Иакова описана в 32 главе книги Бытия. После более чем 14 лет странствий Иаков возвращался в землю, которую Бог обещал дать ему. Но прежде чем войти в нее, он должен был встретить этого ангела. Так же, как и в моем случае, это определило его судьбу. Кроме того, Иаков должен был встретиться еще и со своим братом Исавом. В прошлую их встречу Исав собирался убить его. Если говорить об историческом плане, здесь есть иносказание. Эта встреча символизировала возвращение еврейского народа в обетованную землю. В истории с евреями также есть две фигуры, с которыми им пришлось столкнуться. Во-первых, это таинственный противник Иакова. Я расскажу вам, кто это. И, во-вторых, Исав, его брат. Хочу сказать, что при встрече двух братьев эмоций били через край. Лишь благодаря борьбе с ангелом Иаков выдержал эту ситуацию с Исавом. Он смирился и семь раз поклонился до земли своему оскорбленному брату. Отношения были восстановлены. Лично я верю, что что-то подобное должно произойти и с Божьим народом, с Израилем. Им предстоит встретиться сначала с незнакомцем, а затем решить вопросы со своим оскорбленным братом. Позвольте зачитать вам несколько слов о встрече Иаковы и ангелы. В Библии написано, «И боролся некто с ним до появления зари, и нарек Иаков имя месту тому, Пенуэлл, что означает «лицо Бога», ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Братсивник Иакова был одновременно и человеком, и Богом. В конце своей жизни, благословляя сыновей Иосифа, Иаков вновь упоминает об этой встрече. В Библии мы читаем, «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Это удивительное откровение. Иаков встретил того, кто одновременно был и человеком, и Богом, и ангелом, то есть Божиим посланником. Так как я верю в Божие предназначения для моей жизни, я знаю, что и я, почти четыре тысячи лет спустя, после истории с Иаковым, встретил его же. Я не сомневаюсь в том, кто это был. Лишь одна личность во всей Вселенной подходит под это описание. Он явил Себя человечеству, как Иисус из Назарета. Вы можете присоединиться к церкви, стать религиозным человеком, выполнять разнообразные обряды, но так и не меняться внутренне. Только встреча с Иисусом может изменить вашу жизнь, все, кто встречают Иисуса, меняются. Буквально через неделю после той встречи Бог крестил меня Святым Духом. Все в той же казарме. Я был таким закоренелым язычником, что даже не подозревал, что крещение Святым Духом происходит в церкви. Тогда же Бог дал мне дар иных языков и толкования. А я понятия не имел, что духовные дары полагается ждать с полгода. Всегда, когда я говорил на языках, я понимал, о чем говорю. Я осознавал, что Бог говорит мне что-то важное. Когда я молюсь на языках, Он говорил, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Я думал. Я знаю об этом из истории, но почему это так важно? Еще раз хочу сказать, что тогда я ничего не понимал о духовных вещах. Но постепенно я пришел к тому, что эти слова очень важны. «Он Бог Авраама, Исаака и Иакова». Это поразительный факт, о котором мы знаем из Библии. Он открыл свое имя Моисею. Я часто говорю, что если вас никогда не удивляла Библия, значит, вы ее по-настоящему и не читали. Это потрясающая книга. Когда Бог явился Моисею в горящем кусте, «Моисей сказал, «Если ты посылаешь меня назад к Израилю, то, по крайней мере, скажи мне твое имя». Он хотел знать, кого же он встретил. Господь ответил ему, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, его священное имя Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя Мое навеки и памятование о Мне из рода в род». Удивительный факт состоит в том, что всемогущий Бог, Создатель этой вселенной, пожелал во всей вечности называться Богом Авраама, Исаака и Иакова, несмотря на их слабость и несовершенство. Они навеки запечатлены в Божьем имени, Божьи пути, настолько не похожи на наши. Мы, люди, и представить себе такого не могли. Особенно Иаков. То есть я могу понять, когда Бог называет себя Богом Авраама или Исаака, но что касается Иакова, это весьма удивительно. «Да, дорогие друзья, это правда». Не могу сказать, что когда-либо открыто выступал против евреев, но и особой любви у меня к ним не было. Когда я работал преподавателем, у меня было два друга еврея, но они настолько хорошо ассимилировались, что только по именам можно было догадаться об их корнях. Думаю, что тогда многие из интеллигенции относились к евреям так же, как и я. Я не стал бы преследовать евреев и даже предоставил бы им гражданские права, но я считал, что с ними что-то не так, потому что у них всегда какие-то проблемы. И многие так думают, поверьте. Тогда я покаялся перед Господом за свое невежество и плотские мысли. Во второй год войны нас должны были отправить на фронт за границу. Тогда военным не говорили, куда именно их отправят. Я лишь знал, что наш отряд отправят за границу. В то время я подружился с замечательной семьей верующих из Пятидесятнической церкви. Они приняли меня, когда никто не хотел меня принимать. Именно через них я узнал Господа. Я рассказал им, что в моей голове всегда крутилось слово «Палестина» вплоть до 1948 года. Современные Израиль и Иордания назывались Палестиной. Именно о ней я и думал постоянно. Выслушав меня, мои друзья сказали, что, скорее всего, Бог призывает меня служить там. Тогда я даже и не понял, о чем они говорят. Вскоре наш отряд направили на Ближний Восток. Причем в целях безопасности обходным маршрутом. В ноябре 41-го, добравшись до Северной Америки, мы пересекли Атлантический океан. Далее, через мыс Доброй Надежды и вдоль восточного побережья Африки мы подошли к Суэцкому каналу. На месте нас ждали свежие новости. Японцы совершили налет на Пэрл-Харбор. Мы решили, что это к лучшему, потому что это значит, что американцы примут нашу сторону. Следующие три года я служил на Ближнем Востоке, в пустынях Северной Африки. Я считаю, что время в пустыне — это важная, неотъемлемая часть воспитания характера. Кажется, я знаю, почему Бог вел израильтян к обитованной земле через пустынь. У многих из нас, и у меня тоже, есть разные нереалистичные ожидания и мечты. А в пустыне с вами остаются только самые необходимые вещи. Вы понимаете, что вам действительно нужно не так-то и многое. Вода, еда, кровь над головой и средства передвижения. Вот что действительно важно. К тому моменту я уже твердо верил в Библию, но у меня не было никакого общения с христианами. К сожалению, за все время там я не встретил ни одного действительно верующего капеллана. Несмотря на то, что я каждый день читал Библию, ни один капеллан не подошел ко мне с предложением помочь. Все те три года я продолжал читать Библию, и хотя я не общался ни с кем, один важный, поворотный момент помог мне возрасти вере. после девяти месяцев пустыни, за которые я отвык от асфальтированных дорог и воды, мне дали увольнительную, и я мог провести в Иерусалиме целую неделю. У меня были такие ощущения, как будто бы я попал из ада в рай. Помню, когда я увидел воду и зелень. Я от радости забыл про все на свете. Когда я был уже в Иерусалиме, мне в голову пришли строчки из одного псалма. В 101-м псалме очень ярко и красочно описано будущее возрождение Сиона. Также там говорится и об Иерусалиме. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Хочу сказать, что основными элементами пейзажа были как раз камни и пыль. Их было предостаточно. В Иерусалиме я встретил одну пожилую уже верующую женщину, и она сказала мне очень важные слова. «Дерек, не ты выбрал Иерусалим, это Иерусалим выбрал себя». Итак, с 1942 года я твердо верил в эти слова и никогда не сомневался в них. Во время моей службы в пустыне у меня начались проблемы с кожей, такие, что врачи не могли мне помочь, поэтому ровно год я провел военном госпитале в Египте. и поверьте, в этом месте нет ничего привлекательного. Я выписался из госпиталя только после того, как Бог открыл мне тайну божественного исцеления. Лежа на больничной кровати, каждый день я говорил себе, «Ох, я знаю, что если бы у меня была вера, Бог исцелил бы меня». И затем сам себе признавался в том, что веры-то у меня нету. В такие моменты я чувствовал, что попал в трясину отчаяния, прямо как и у Джона Буньяна. Но и эту тьму вдруг озарил яркий свет, как написано в послании к римлянам, «Вера отслышания, о слышании от слова Божьего». Я размышлял над тем, откуда приходит вера, и хочу донести эту мысль до всех вас сегодня. Если у вас нет веры, вы можете получить ее. Она приходит от слышания Божьего слова. Я решил прочитать Библию снова, на этот раз вооружившись синим карандашом. Я выделял все места, где говорится об исцелении, о здоровье, физической силе и долголетии. И знаете, что из этого получилось? Моя Библия вся стала синей. Я твердо верил, что Бог желает исцелять. И есть одно место в Писании, которое поставило меня на ноги. Это четвертая глава книги Притч. «Сын мой», сказано здесь, «Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Тогда я подумал, даже философ не может увидеть в слове «тело» какой-либо другой смысл, кроме самого прямого. Кроме того, для того, чтобы выздороветь, нужно принимать лекарства. Об этом знает каждый, я, конечно же, об этом тоже знал. Поэтому я решил, что Слово Божие будет моим лекарством. Я знал, как нужно правильно принимать лекарства, поэтому решил, что с Библией буду поступать также, читать ее три раза в день после еды. Так я и делал в течение трех, а быть может и четырех месяцев. Затем меня перевели в Судан, где был самый неблагоприятный климат. Я перестал принимать таблетки, но, несмотря на это, лекарство Божьего Слова полностью исцелило меня. Бог провел меня через такую школу духа. В Судане я оказался в маленьком военном госпитале в пустынной и непривлекательной местности. Кроме того, я был окружен суданцами. Все вокруг говорили на арабском языке и исповедовали ислам, но Бог дал мне сверхъестественную любовь к этим людям. Вообще любить их было нелегко в их жизни и культуре. Меня очень мало что привлекало. Благодаря этой любви и Божьей благодати я привел Господу человека из племени Хадан-Дова. Он стал первым своей общине, кто когда-либо исповедовал веру в Господа Иисуса Христа. Но Бог не поставил меня служить конкретно этим людям. Его целью было подготовить меня к служению евреям. Как хорошо мы не относились к евреям, нам всем очень важно понимать, что Бог любит все народы и абсолютно всех людей. Прошу прощения, если кому-то это покажется слишком категоричным, но я уверен, что еврей получает рождение свыше тогда, когда начинает любить другие народы. Итак, прошло ровно три года, после этого меня перевели на базу в Палестине. Там я жил в крошечном больничном корпусе в одной маленькой деревушке, которая сейчас уже является частью Хайфы. она была на севере Хайфы. В Судане один верующий сказал, что если я хочу получить благословение, то должен отправиться в детский дом в Ромале. Это была небольшая христианская деревня, хотя и не евангельская, ее делами занималась сестра издания. Он сказал, что именно там я могу получить благословение. Именно так я и сделал. Я отправился в эту маленькую деревушку. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6ам.